Праздник заботы и ласки. День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. Принято считать, что торжество это камерное. Поздравляют в домашней обстановке без лишнего шума. В этот день не дают салют и не идут парадом, хотя у каждого человека на земле есть мама. Значит, праздник общий. В этом году несправедливо обделенный день в областном центре решили отметить торжественно. В каждом кружке, клубе, детском саду объявили конкурсы на лучшее стихотворение или открытку любимой мамочки. 20-я школа не исключение. Третий класс мастерит поделки. Старым открыткам дарят новую жизнь. Вырезают по шаблону платье и украшают его на свой вкус. Ведь мама должна просто ахнуть от восхищения. Хендмейд-подарок многие ребята намерены приберечь до воскресенья. У меня бабушка приедет, она в Москве работает. И она приедет, мама, наверное, ей тоже какой-то подарок приготовила. Я ей подарю и мама в воскресенье. У Натальи Калугиной трое детей. Младшая Полина учится во втором классе. Многодетная мама. Почуть не звания для женщины быть не может. Она подарила миру новых людей, отдав каждому частичку себя. Знаете, бывает сложно, какая-то ситуация сложная. А когда подойдут дети и обнимут, мне кажется, ситуация сама по себе как-то проходит. Легче делается. Я не знаю, люблю своих детей. Каждого, конечно, ребенка я люблю по-своему. Но все дети, да и вообще всех детей люблю. Я сама учитель начальных классов, 16 лет отработала в школе начальных классов. И поэтому я люблю всех детей. Наталья Юрьевна согласилась провести для ребят тематический классный час. Ученики с удовольствием рассказывают о своих мамах и о том, какие сюрпризы подготовили к празднику. Кто-то подарит цветы, кто-то открытку и конфеты. Утро же все начнут одинаково. С крепких объятий, любимой мамули. Она очень добрая, она милая, я ее очень люблю. Она мне всегда помогает, если я что-нибудь не понимаю. Она очень добрая, я ее очень люблю, она ласковая. Мамина улыбка вносит счастье в дом. Мамина улыбка мне нужна во всем. Мамину улыбку всем я подарю. Мамочка родная, я тебя люблю. У Алины с Доновской трое детей. И она образцово-показательная мама. Молодая, энергичная, жизнерадостная. Дома всегда чисто. Дети накормлены, ухожены и улыбчивы. Не семья, картинка. Ой, это такое счастье на самом деле. Это просто такая радость. Вот смотришь на них и наглядеться невозможно. Поэтому никакие временные, материальные, моральные затраты не входят в сравнение вот с тем хомочком счастья, который можно прижать, обнять, поцеловать. Старший Зине пять лет. Среднему ребенку Захару три года. Оба ходят в садик. Но в этот день для нашей съемочной группы остались дома. Спокойно рисуют и играют. Алина рассказывает, они настоящие друзья. Занимаются собой и дают маме возможность уделить внимание младшему, Грише. Ему всего четыре месяца. Алина может разрушать стереотипы о многодетных матерях одним своим видом. Она не уставшая, не нервная, не даже сосредоточенная. Жизнь, в том числе и общественная, рассказывает она, в декрете не заканчивается, а наоборот, начинается. Мне кажется, время, декретный отпуск, кто-то полтора года использует, кто-то все три года использует. Можно посвятить его учебе. Времени, я не знаю, как другие мамы. У меня времени много свободного. Поэтому я могу что-то учить, учиться, получать новые знания, читать книги, развиваться, заниматься спортом. Кипучей энергии Алины хватает на множество сфер жизни. Она состоит в родительском комитете детского сада. Проводит мастер-классы по 200 гонку, кручению из воздушных шаров. Она старшая по дому и всегда находит время заняться коммуналкой. А еще Алина Сдановская – волонтер благотворительной организации «Колыбель» и пишет сценарии для городских праздников. Мамам, у которых один ребенок, ну или два, или три, неважно, у которых не хватает времени, я только хочу посоветовать выключить интернет. И тогда времени будет очень много появиться, и можно его тратить на развитие себя и своих детей. Подарков в воскресенье Алина не ждет. Дети еще слишком маленькие. И вообще считает, что у любой мамы каждый день профессиональный праздник. Елена Белова, Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.